Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта! Видите, какое волшебное озеро! И как совершенно по шумосшедшему отражаются облака. Кажется, что они с какой-то дикой скоростью несутся. Прям иллюзия какая-то. А это мы меняем ракурс, и на самом деле несется отражение облачное. Но немножко мозг плывет от этой картинки. Вот это именно явление я вам хотел показать сейчас. Еще один круг, и мы пройдем низко над краем озера. Но не могу не показать. Ну, просто вот прям вообще. У меня реально голова кружится сейчас вот такого. Немножко ее ведет. Кажется, что то ли скорость ветра большая, то ли еще какая-то фигня. А вот такие оптические иллюзии бывают, представляете? Вот он, край озера. Мы сейчас будем опускаться вниз, разгоняться, чтобы как можно ниже пройти край плотины. Вот. Мамер несется. Вот она, иллюзия с нами несется вместе. Да, такого я еще не видел. Несмотря на то, что в жизни я приедал немало, такого я еще не видел. Рома, скажи что-нибудь, как тебе? Голова не закружилась от этих облаков? Ну, чуть-чуть можно. Вот мне реально начало при моем всем налете, при моей вестибулярке, мне от этих облаков, несущихся над водой, начало немножечко так вести голову. Вот это да. Ну, раз уж мы тут так летим, в стиле, кто тут сказал, Сейгона. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. По ущельям. Не могу ли показать вам в этом коротеньком ролике интересное место, которое называется... Сейчас хорошее освещение, его отсутствует оно, то есть минимальная засветка. Так вот, с правой стороны у нас сборища музыкантов, которые... Видите, вот этот такой склон, другой. На этом склоне отражается звук, а излучатель звука находится... Сейчас попробую вам показать этот излучатель. Вот сейчас посмотрим. Где-то он... Видите, у меня одновременно из Колумбина нельзя врезаться. И излучатель вам показать. Антиматерия. О! Вот он. Видит, такой рупор. Рупор такой торчит. Сейчас одним кружочек сделаю. Влаговысоты у меня хватает. Вот эта гостиница красивая. И вот это такое... Ну-ка боюсь этого слова ухо. О! Вот оно, это ухо. Видите? Такое большое такое. Вот это ухо излучает вот в эту стеночку. Соответственно, от этой стеночки отражается звук, и все его слушают. И на этом фоне построена гостиница красивая. Она всегда занята. Там всякие ульи. Там тоже видны палатки. Считается меткой таких любителей звука. Так. Ну что, мы вложимся. Вот это очень красивый населенный пункт, друзья. Все в нем в цветах. Обычно очень. Туда, как ты приедешь зимой, летом, в какое угодно время года, какую-то премию получил этот городочек. Считается одним из красивых селевших в регионе. Так. Ну что, а мы перейдем к управлению планером по дороге домой. Я думаю, что Рома хочет поуправлять. Хочешь поуправлять? Да. Давай я тебе оставлю вот такую скорость. Сейчас мы идем на 120. Вот, попробую ручку взять. Спокойненько, да. И это твоя ручка, можешь управлять. Вот, смотрите, друзья. Рома летал на симуляторе. Пробал управлять планером, поэтому ничего не боится. Летит. Скорость только чуть побольше, носик чуть пониже. Да. Здесь, в отличие от симулятора, все по-настоящему. Ну и поворачивай вот этим горком. Вот, хорошо. Молодец. Отлично. Убирай крем. Летит юноша. Вот, что значит стремление к небу и внимательный просмотр канала Мечта Летать. Мечты сбываются. Сбываются мечты? А что для этого делать нужно? Попричимся на канал. Ну, это понятно. А так вообще в жизни там где кушать кашу, слушаться папу с мамой, все у вас будет, друзья. И будете вылетать вот так вот вдоль склонов. Можете немножечко повернуть вдоль елочек, пройдем. Я тебя страхую, не переживай. Носик чуть пониже, чтобы скорость была. Скорость это всегда управляемость планера. Скорость это жизнь. Лучше починять жену, чем скорость на четвертом развороте. Да жены тебе еще далеко. Чуть меньше. Убирай крен совсем. Все. И теперь моя ручка. Моя ручка уже. Смотри, как красиво несутся деревья слева. Оп. И мы берем курс на наш аэродром. Над нашим аэродромом влезет легкий туманчик. Вот. И этот туманчик мы сейчас прошьем и красиво зайдем на посадку. Ну давайте что ли вам уже посадку, снимем, чтобы ролик был полноценным. Что у нас будет? Изолента. Представляете, вот планер вроде кажется тихий, а вот сзади предательски вот там вот сзади отклеилась изолента и она так У-у-у-у, противно воет. Иногда к нам подходят девушки и спрашивают, а зачем вам вот эта вот изолента на крыле? Сейчас я вам покажу ее. Так вот эта вот изолента, я говорю, всегда и крылья приклеены. Что думаете, на что держите крылья? Конечно, на изоленте. Она, конечно, белая, синяя была бы лучше, но тогда было бы не так красиво. Обижаются. Спит городок Лоботи-Мансилион. У нас раннее утро. Легкий туманчик вокруг. Вчера прошли мощнейшие грозы. Что еще такое сказать? Третье урожай убирают фермеры. Некоторым я со мной вчера спорил, говорил, ну, типа, у вас такая земля прям хорошая. Что же вы тут хвастаетесь, как ваши фермеры работают? Наверное, один раз там пшеницу скосили, и все. Вот поле, на котором вот крылок, перед крылом, да, на углу. Там четвертый или пятый раз уже вкосят люцерну. Сколько сена заготовили, вообще непонятно. Вот кабачковое поле, там выросла пшеница, ее, ну, не пшеница, а другое выросло. И вот перепахали, и снова засеяли. Поэтому фермеры здесь, конечно, пашут по мега интенсивной технологии. Молодцы. Ну, это свиноферма, кстати, вот, с крышечкой. Чем народ занимается? Да всем. Кто-то овец спасет, кто-то еще что-то. Кто-то туристов встречает. В общем, люди трудятся и превращают кусочек планеты Земля в красоту. Вот это тут, конечно, карьер мне не очень нравится, но грабежи для ремонта дома где-то надо брать. Вот грейлиный заводик, вот, где он берет добычу. Вершину холма не срезают. В принципе, так снизу не видно, что что-то некрасиво. Ну, сверху, конечно, все видно. Вот наш аэродром спит. Бесконечно какое-то количество народ гадет. Видите, прям много-премного. Это потому, что август начинается. А в августе, как известно, сезон кусков в Европе. Полоса чистая, нету никого. Оленей нет, свиней нет, потому что свиньи выходят в желуде, жрать не очень рано. Ну что, возьмешь, вот так, телефончик, и снимаешь? Да. Вот так, вот, держали его. И накидываю шасси. Цель лопатить, где Виктор, да, уменьшает, гадет, не кусался. Закрыл вот, да. Посадочное положение, без потешки. И вот так мы будем расуходивать отворот. О, в афганский заход. Вау! Не терять время. Получилось красиво. Умение выполнять развороты на малой высоте. И меня четко манирует, видите, я с одного ниража выхожу на ось полосы. Вот это вот важно, потому что крайне сложно научить изначально пилота четко выходить на ось после ниража. То есть, ему прямо надо хорошо чувствовать свой порт. Вот. А когда это уже умеешь, никаких проблем. И теперь, конечно, нужно красивенько подвести пепестрель к планете. Это сложно, потому что пепестрель к плену. Нет, подвести это легко. Коснуться без вертикали тоже легко. А вот не отскочить от наконечки на кто-нибудь. Видите? Аэродром все-таки не идеально ровный. Поэтому прэм, прэм, прэм. Вот, прэм. Мы уже поезжаем, на кочках прыгаем. Амортизации на пепестреле нет. Второй недостаток это заднее колесо, которое сейчас будет делать шимми. Ничего с этим тоже не поделаешь. Как только она начнет делать шимми, я съеду с асфальта, чтобы не насиловать, так сказать, хвост планера. О, видите, что это шимило. Без шимми не обошлось, но коротко. Ну, вот впереди счастливая семья, которая встречает вернувшегося с неба сыночка. Ангар почти открыт. Сейчас мы туда планер на зарядку. Следующий полет, он уже дневной длинный. Вот такая чудесная феерия в небе. Ты доволен? Ага. Попал на YouTube. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Привет передай кому-нибудь. Передаю всем привет.